Здравствуйте! В эфире iNews в студии Андрей Соколов и в ближайшие минуты самые интересные новости из мира высоких технологий. Космический зонд «Новые горизонты» преодолел сумасшедшее расстояние в 4,5 миллиарда километров, добрался до пункта назначения Плутона и уже прогремел на весь мир благодаря первым в истории детальным снимкам карликовой планеты. Также благодаря зонду ученые смогли в подробностях рассмотреть крупнейший спутник Плутона Харон. Однако, чтобы передать на Землю всю собранную информацию, новым горизонтам понадобится более полутора лет, ведь передача данных происходит на скорости всего 1 килобит в секунду. Так почему же космический интернет такой медленный? Чем дальше зонд находится от Земли, тем ниже скорость передачи данных, сообщает портал hi-news.ru. Маленькая скорость обусловлена тем, что сигнал слабый, и зонд специально транслирует данные дольше, чтобы исключить ошибку при отправке. К слову, сейчас отправка одной фотографии занимает у аппарата около часа. Еще 4 часа отправленные данные несутся к Земле, прежде чем их поймают наши антенны. Чтобы хоть как-то ускорить процесс, зонд архивирует полученные фото до размера в 2,5 мегабайта. При этом одновременно обрабатывать данные и заниматься их отправкой, новые горизонты не могут. Либо одно, либо другое. iPhone 5s – самый продаваемый смартфон в России. Такое заявление сделал российский ритейлер NVIDIA. Как сообщили в компании, продажи данного аппарата в штучном выражении составляют 18% от общего количества реализуемых смартфонов. Продажу подстегнуло то, что на рынок вышли так называемые восстановленный iPhone. Это аппараты, взятые Apple у пользователей по гарантии. На официальном заводе их восстанавливают с помощью новых деталей. Смартфоном меняют корпус, батарею, экран. Также в коробку с девайсом кладут новые наушники, зарядное устройство и USB-кабель. В общем и целом, отличить восстановленный iPhone можно от нового только по коробке. Гарантия производителя в данном случае составляет один год. Пока предложение касается только модели iPhone 5s. Восстановленные девайсы существенно дешевле новых. Их можно найти по цене от 23 до 25 тысяч за 16-гигабайтную версию. Правда, за эти деньги можно купить новые Android-девайсы со схожими или же лучшими характеристиками. В Министерстве информатизации и связи Татарстана подвели промежуточные итоги работы сервиса «Народный инспектор». Напомним, он был запущен в ноябре прошлого года. Задача сервиса улучшения безопасности на дорогах Татарстана. Обратиться в «Народный инспектор» можно, скачав специальное приложение. Оно абсолютно бесплатно, доступно для операционных систем Android и iOS. С начала запуска сервиса с его помощью у татарстанцев, нарушающих ПДД, оштрафовали более чем на 15 миллионов рублей. Жители республики чаще всего жалуются на то, что водители не пропускают пешеходов, а также паркуются на тротуарах и в зеленых зонах. Популярность сервиса специалисты связывают с его простотой. Достаточно снять на фото или видео факт нарушения, а затем нажать кнопку «Отправить», после чего обращение будет направлено непосредственно в госавтоинспекцию. Всего с начала запуска сервиса от татарстанцев было получено 22 тысячи заявок. Из них более трех тысяч были отклонены, либо отсутствовало само нарушение, либо номерной знак автомобиля был неразличим. Пока на этом все. Следующий выпуск iNews смотрите уже завтра. Также присоединяйтесь к нашей группе в социальной сети ВКонтакте. Адрес сообщества сейчас на ваших экранах. В студии был Андрей Соколов. Всего доброго, до встречи!